Всем привет! Продолжаем серии вот этих видео, серии видео уроков или как их вообще не знаю назвать по поводу финансового управления. Вот, и я смотрю на предыдущие ролики, у меня все каждый раз, все больше и больше минут выходит, чтобы объяснять. Наверное потому, что мы движемся в сторону более глубокие и более сложные вопросы, да, то есть как раз переломный момент в этих, в этой видеосерии это все-таки, когда мы разговариваем по поводу инфляции, это уже более сложные вещи, да, то есть если ты еще не, как сказать, прошел этап учета, анализа, бюджетирования, амортизации, то тебе нужно туда в тех видео там по 5-10 минут, а в этих, которые по 15-20 минут, нужно уже смотреть, как сказать, тем, которые имеют какой-то навык, как раз набор тех навыков, о которых мы говорим здесь, да, то есть самый важный навык, который я уже говорил, это учет, вот, необходимо также анализировать, амортизировать, бюджетировать, но все это зависит от твоей способности, отсрачивает твое удовлетворение, да, отсрачивает твое удовлетворение, понимать, что есть нужда впереди, готовиться к нему, холоднокровно что-то, предпринимать какие-то решения, вот, и понимать, что ты на самом деле делаешь это, делай это, кладешь для себя основания хорошего финансового, так сказать, строения дома, будущего, это очень важно, да, мы говорили в прошлый раз по поводу сбережения, что долгосрочное сбережение, также инвестиция мы можем ввести для разной цели, допустим, образование ребенка, это одна цель может быть, вторая цель, это твоя пенсия, то есть зарабатывать на пенсию, и третья цель, это, естественно, инвестировать в какое-нибудь жилье, то есть приобретать для себя жилье, может быть, для себя, для своих детей, как я уже говорил, мы будем говорить с вами, как за 21 год купить три квартиры вместе с того, чтобы одну квартиру за 30-летнюю ипотека, и при этом не платить больше, чем аренда, вы скажете, Джастенс, ты совсем уже совсем, нет, 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 все работает, посмотрите в следующие видео, там не следующие, но там те видео, которые будут впереди, вот, а сегодня мы поговорим по поводу сама идея инвестиции, да, а инвестиция есть два разных вида инвестиций по большому счету, да, то есть есть высокорисковая инвестиция, когда ты кладешь деньги, я хотел сказать, на стол, то есть, ну нет, это не покер, это не относится к инвестициям, и все, которые меня снова смотрят и думают про азартные игры, вот, нет, 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 это не инвестиции, мы против этого, вот, инвестиции, это когда ты берешь деньги, ну, высокорисковые инвестиции, и когда есть вероятность, достаточно высокая вероятность проигрыша, да, то есть, когда вероятность проигрыша превышает 20-30%, да, то есть, но обычно в этих инвестициях есть очень высокое вознаграждение, да, То есть ты можешь удвоить, утроить, учетвертить свои деньги достаточно быстро. Но это не про нас, это не про меня, это не про вас, мы убираем, это вообще разговор в другой, как сказать, категории, это для всяких Уорренов и Баффетов и так далее, и так далее. Тебе для начала нужно просто научиться сбережения на черный день, как мы уже говорили, на среднесрочные какие-то затраты, как мы уже говорили, и на долгосрочные затраты. Но инвестировать нужно как раз как форма сбережения, то есть инвестиция как форма сбережения, или сбережение как форма инвестиции, то есть вот это понимание. То есть мы уже говорили, что если ты откладываешь из своего семейного бюджета определенную сумму, и эта сумма, одна треть идет на твердых пассивов, типа золото, серебро, или может быть даже какая-нибудь недвижимость. А остальное 70% должно идти в каких-то активы, в какую-то инвестицию. Почему это важно? Опять, потому что есть инфляция, есть непредсказуемые будущие, которые съедают наши сбережения, и чтобы предотвратить того, чтобы время и энтропия общая, вселенская, не села твои сбережения, нужно их приумножать. И инвестиции это просто, когда ты понимаешь, что опять же вода камень точит, и ты находишь какая-нибудь система вкладывать свои деньги таким образом, чтобы они приносили тебе доход. И очень важно часто этот доход не изнимать из инвестированных денег, а опять их вкладывать заново. Это называется по-английски compound interest, то есть складываемые проценты, или складываемые прибыли, да, то есть это очень важно, это делать, когда мы разговариваем про сбережения. Но опять же, низкорисковая инвестиция, да, когда мы разговариваем не про больших вознаграждений. О каком вознаграждении должны идти речь? Цель инвестирования долгосрочного сбережения, да, то есть инвестирование как сбережение или сбережение как инвестирование, долгосрочка, это от 9 до 11 процентов. Это то, что ты стараешься. То есть, если ты вложил деньги, допустим, 100 рублей, да, то есть идея, что каждый год она приносит еще 9-11 рублей. Все. То есть через 10 лет она удвоится, больше, чем удвоится. То есть это важно. Но важно понять эта идея, как сказать, складируемых процентов, да. То есть ты вложил 100 рублей в какую-то инвестицию, оттуда ты получил первый год 10 рублей, теперь у тебя есть 110 рублей. Вместе с того, чтобы забирать эти 10 рублей, ты находишь путь, как эти же 10 рублей к тем 100 приложить и опять инвестировать туда же, в это же место, да. Через год у тебя прибыль уже не от 100 рублей, а от 110, то есть у тебя уже 11 рублей прибыли, правильно, вот. И ты опять эти 11 рублей прикладываешь к тем 120, и у тебя получается 121 процент и так далее, так далее, так далее, да. Маленькие-маленькие-маленькие суммы денег, отложенные через достаточно большой временной сегмент, таким образом могут удваиваться и утраиваться достаточно быстро. Допустим, мы разговаривали с вами по поводу того, чтобы откладывать деньги на образование ребенка. И многие люди говорят, это невозможно, это нереально, да. Давай скажем, что у вас родился ребенок вчера, ну, такой случай, случилось такой случай. Ей она такая прекрасная, классная, хорошенькая, вот, но вы хотите обеспечить ей какое-нибудь образование в университете, да, вот. И вы думаете, что, конечно, мой ребенок будет умница, она ударница будет, она будет самая лучшая, мы даже будем ее дома воспитывать, чтобы она в домашнее образование смогла там пойти, все эти экзамены порвать вообще без всяких проблем. Вот, хорошо, прекрасно, допустим, она завоюет какую-нибудь золотую медаль, там, еще что-нибудь, и поступит на бюджетное место, в какой-нибудь хороший вуз, да. Тем не менее, платить за квартиру придется, платить за еду придется, платить за одежду придется, когда ей 18 лет. Может быть, вы уже научите ей копить в каком времени, может быть, научите ей работать, я не знаю, может быть, у вас это получится, если вы смотрите мой канал, я надеюсь, но, может быть, вы захотите обеспечить ей 4 года безхлопотной учебой, да, почему бы нет? Вы скажете, Джастис, а сколько же это все будет стоить? Ну, давай себе взять, там, арендовать хотя бы одну комнату в какой-нибудь квартире, там, какие-то одежды ей купить, какую-то пищу, ну, минимум, уйдет ей 16 тысяч рублей в месяц, минимум, да, допустим, по сегодняшним ценам, да. 12 месяцев в году, 4 года в образовании, и уже сумма набегает к 800 тысяч, да. И вы скажете, это просто ужасная, огромная сумма, 800 тысяч, мы никогда не накопим 800 тысяч, вот, чтобы обучить ребенка. Смотри, инвестируй деньги под 9%, 9% это маленькие-маленькие-маленькие проценты, я научу вас, покажу вам, как это сделать. Вкладывай деньги по 9%, в течение 18 лет, сколько вам нужно денег, чтобы накопить 800 тысяч, чтобы ребенок учился бесхлопанно, да, полтора тысячи рубля в месяц. Тебе нужно полтора тысячи рубля в месяц, верой и правдой, по 9%, в какой-нибудь инструмент инвестиционный, не основанный на рубле, чтобы его инфляция не села, что-то твердое, да, и все. Это все, что нужно. Вы скажете, Justice, мне нужна, допустим, пенсия, да, вот, я хочу пенсии иметь, да, давай скажем, что мы хотим не получать, как многие пенсионеры получают, по 8, по 10, по 12 тысяч, да, мы хотим, чтобы наша пенсия состояла 20 тысяч рублей, допустим, да. Мы можем сказать, что средний банк дает, допустим, там, 6% на вклады, да, то есть ты вкладываешь деньги в банк, значит, 6%. Значит, чтобы получить 20 тысяч рублей в месяц, допустим, да, это 240 тысяч рублей в год, да, то есть 6%, то есть 240 тысяч это 6% от чего, это очень надо быстро в памяти сделать, 2,5 миллиона это 10%, но около 3 миллионов тебе нужно иметь денег, чтобы получить постоянный доход из банка чисто, бесхлопотно, как пенсия, да, то есть это плохая идея, но просто давай, у тебя есть такой цель, да. 3 миллиона рублей тебе нужно накопить за всю твою жизнь, тебе сейчас 30 лет, да, ты хочешь выйти на пенсии, когда тебе 65, да, а у тебя есть 35 лет, сколько тебе нужно денег, чтобы накопить 3 миллиона, да, каждый месяц, если вкладывать, инвестировать по 9%, я вам скажу следующее, если у вас есть 35 лет, и вы будете готовы окладывать 3000 рублей в месяц, под скромный процент, около 9%, у вас будет под 10 миллионов рублей к концу жизни, и вы сможете обеспечить себя не 20 тысяч рублей в месяц пенсии, а 40-30, но если у вас такой ментилитет есть, вам и пенсия не понадобится, то есть это очень важно, поэтому маленькие-маленькие привычка, вот, система, системность и системный подход, она точит камень, вода камень точит, здесь вот это очень важно, поэтому важно, опять же, как я уже говорил, иметь сбережение в твердых посылах, 30%, потому что инвестиция, любая инвестиция имеет риск, вы можете что-то потерять, но вознаграждение даже от низких рисковых инвестиций, она великая, она приумножается, да, то есть, буквально, ты можешь через сбережение и через отсрачивание своих удовлетворения, ты можешь встать на другой стороне вот этого жестокого уравнения, которое ты всегда чувствуешь, когда ты находишься в долг, да, будь даящим, не просящим, будь головой и не хвостом, но вход к этому, это через сбережение, через инвестиции, через отсрачивание удовлетворения, потом я не знаю, что это дало некоторую идею, на самом деле, опять же говорю, все, что тебе нужно для того, чтобы обеспечить ребенку образование через 18 лет, это полтора тысячи рублей в месяц, все, что тебе нужно, чтобы обеспечить себя просто выше крыши пенсии и даже откладывать деньги, откладывать какое-то, так сказать, наследие для своих потомков, да, это три тысячи рублей в месяц, вот, ребята, ну не верю я, что в России нет таких людей, которые не могут найти две, три, четыре тысячи рублей для того, чтобы откладывать, да, то есть, если это твоя жизнь, то что-то не то в твоем жизни, тебе нужно что-то менять именно в плане доходов, да, то есть, и поэтому, этот серий уроков, мне кто-то говорил, что, я думал, что ты нас научишь еще зарабатывать, на данный момент моя задача это научить управлять тем, что у вас есть, есть такой принцип, даже в Священном Писании, что у кого есть, что имеет, приумножится, да, а кто не имеет, что он имеет, отменится, поэтому тебе нужно хотя бы, что у тебя, что ты имеешь, научиться этим управлять, потом уже думать о том, чтобы управлять чем-то больше, поэтому это было такое, как сказать, ликбез по поводу инвестиций, по крайней мере, такая не ликбез, а именно такая теоретическая часть, именно что мы говорим, когда мы говорим про инвестиции, мы не разговариваем про высокорисковые инвестиции, мы не разговариваем по поводу того, чтобы ты стал новым Уорреном Баффетом, но мы говорим о том, чтобы ты сможешь обеспечить все жизненно необходимые вещи, как пример образование ребенка или пенсии, через время, через достаточно скромные инвестиции со скромными процентами. Надеюсь, что это все вам поможет, в следующих видео будет уже конкретные примеры, как это сделать, некоторые идеи, некоторые инструменты, которые можно использовать для долгосрочного сбережения или инвестиций. Пусть вас Господь благословит, я надеюсь, что управляя финансами, вы на самом деле сможете наконец-то достичь тот уровень, чтобы финансы вами не управляли, потому что вы в конце концов не можете служить другу господа, и это моя цель для вас. Поэтому пусть вас Господь благословит, на этой его Господней земле.